Под сводами храма преподобного Серафима Саровского воедино сливаются голоса. Сильно извучные напевы игумена Никина дополняет густой баритон отца Сергия. Им отвечает женский хор, а в самые светлые моменты песнопения общее многоголосие подчеркивает тонкие чистые детские голоса. По традиции посвящение в ученики православной гимназии начинается с молебна батюшки Серафиму. Торжественная атмосфера в храме воодушевляет всех собравшихся. Ребята, их родители, наставники и духовники просят благословения на предстоящие труды и еще раз вспоминают о главной христианской добродетели. Любви. А любовь, она многогранная. Любовь долго терпит, милосердствует, не раздражается, не гневается, не превозносится, не бесчинствует, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, всему веру имеет, все переносит, своего не ищет. И самое главное, любовь никогда не перестает. После молебна наступает самый волнительный и важный момент. Выстроившись полукругом, мальчики и девочки все вместе дают торжественное обещание соблюдать кодекс чести гимназиста. Один за другим по очереди они произносят слова, которые успели выучить наизусть. На этих заповедях они будут строить свою жизнь. И причащайся к святых христовых тайн. И сам всегда прощай обидчикам. До этого дня ребята были просто учениками. Но после торжественного обещания будут носить высокое звание православного гимназиста и стараться ему соответствовать. Понимать, что ты не просто ученик, но ты христианин. Ты принадлежишь церкви православной. И, соответственно, ты должен исполнять заповеди Божьи прежде всего. То есть ты не только учишься, а твой долг вот сейчас, самое главное, твоя заповедь, это быть послушным старшим, послушным своим родителям. И поэтому учиться – это и есть послушание. В подтверждении своего нового статуса каждый получил удостоверение и небольшие памятные подарки. А в качестве особого поощрения гимназистов провели в главную святыню Саровской обители – келью батюшки Серафима. В месте, где он в молитве окончил свой жизненный путь, их помазали елеем и вручили освященные сухарики, как это делал сам преподобный при жизни. Традиция посвящать детей в гимназисты идет с момента основания православной гимназии в 2009 году. В этот раз ими стали 49 ребят. 43 первоклассника и 6 учеников постарше, которые перевелись из других школ. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.